Замечательное мероприятие. Такие люди прекрасные, глаза горящие. Здорово находиться здесь, участвовать, обсуждая такую важную тему. Экзореабилитация – важнейшее дело. Много людей нуждается в этом. Важно развивать это направление. Появляются замечательные изделия, с помощью которых можно это делать. То есть движуха. Все движется вперед, надо быть в этом потоке, надо стремиться к этому. Правильное, нужное, важное дело. Ну, смотрите, мы помогаем продвигать сложное, новое сложное медицинское оборудование в этом проекте. Важно, конечно, чтобы те врачи, которые уже работают в этом направлении, те, кто работают непосредственно с пациентами, получили дополнительные знания, получили знания о лучших практиках, о самых современных передовых методиках, помогая пациентам. Понятно, что разработанные учебные материалы должны лечь и в программу подковки студентов. Но это уже следующий шаг. Сейчас важно сделать программу повышения для действующих врачей. Самый эффективный формат – теория в дистанционной форме, вся практика на оборудовании под руководством ведущих специалистов. Все, чтобы обучение было эффективным и результативным. Эффекта, в общем, два. Самый главный эффект, что пациенты получают хорошую реабилитацию с помощью современного оборудования. Эффект для врачей становится классными специалистами, используя это оборудование. И создается сообщество врачей, которые в этой теме разбираются и продвигают ее. Запуск проекта с нового года, реальная реализация. Примерно полгода уйдет на то, чтобы сделать эту современную программу. И потом несколько месяцев обучения врачей. И после этого она будет работать уже постоянно. Это программа повышения квалификации. Спасибо большое. Я приснился как партнер, а то вы меня не причислите еще. Так, команда экзоатлетов. Спасибо. Сейчас появится презентация. Ну, пока ставят, я хочу, дорогие коллеги, сказать, что я построил свою презентацию там из двух кусочков. Фактически я расскажу сначала, где я работаю, что это за организация и почему мы вдруг решили сделать с экзоатлетом такой образовательный проект. А потом коротко расскажу о будущей образовательной программе, которой еще нет. Проект направлен как раз на то, чтобы такая программа появилась. И расскажу, что это за, как мы видим, мы и экзоатлет, как мы видим, что это будет за образовательная программа, для чего она вообще и так далее. Сейчас давайте я… О! Ну, этот слайд говорит о том, что это… что такое наша организация. Мы когда-то в 2007 году были созданы как госкорпорация с миссией построить наноиндустрию и последовательно выставить некоторых изменений. мы были разделены на две организации. Наше большое ядро называется «Акционировство Роснано». Они занимаются тем, что они финансируют проекты по строительству производств нанотехнологических. А мы, как мы говорим, маленькая Роснано, мы… Наша миссия – это создание инфраструктуры для любых производств, для любых компаний, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, нано-продукцию, какие-то сложные изделия. Инфраструктуру разного типа вида, в том числе и образовательную инфраструктуру в виде образовательных программ для таких новых современных компаний и бизнесов. Вот мы за это время работы сделали 190 образовательных программ. Это программы дополнительного образования, направленные на то, чтобы помочь высокотехнологичному бизнесу. Либо создать какие-то новые продукты, либо продвинуть его на рынок. Ну вот вы видите какие-то цифры. Значит, я специально несколько примеров таких программ привел. В частности, постарался побольше сделать примеров медицинского назначения, когда мы помогаем компаниям продвигать какие-то современные изделия. Почему? Очень часто, когда компания начинает произвести что-то новое для рынка, рынок и специалисты могут быть к этому не готовы. И сложное изделие всегда нуждается в сопровождении с точки зрения образования, поддержкой образовательными программами. Вот какие-то примеры вы видите. Эти проекты делаются разными университетами, которые мы отбираем по конкурсу. Понятно, что в конкурсах побеждают университеты, которые обладают соответствующими компетенциями в каких-то областях. Ну, я перехожу к нашему видению новой программы. Понятно, что экзоскелет, как новое изделие, высокотехнологичное, он нуждается в поддержке, потому что, об образовательной поддержке, потому что специалисты, которые с этим сложным устройством медицинским работают, нужно их готовить. Нужно их дать программу повышения квалификации, чтобы работа с этим устройством была эффективна, чтобы пациенты получали высококвалифицированную помощь. В этом и есть миссия этого проекта. Цель программы – это продвижение инновационного продукта экзоскелета, в частности. Кого мы думаем, мы и компания, кого мы думаем, надо будет учить, повышать квалификацию, каким категориям врачей. Ну, вот они перед вами. Наверное, в большинстве своем это будут терапевты и неврологи, но также и другие категории врачей. Как обычно в наших проектах, мы стараемся сделать теоретическую часть в дистанционной форме, чтобы не отвлекать людей, что называется, от рабочего места, чтобы врач мог посмотреть теорию в дистанции, послушать лекции, сдать тесты. И после этого перейти к очной части, которая предполагает работу с оборудованием вместе с преподавателями. Ну, предварительные темы, которые здесь обозначены, они отражают специфику работы этого оборудования. Но я хочу подчеркнуть, что это первая версия. Мы, когда университет будет работать, в самом начале нашего проекта всегда лежит уточнение потребностей врачей, уточнение потребностей целевых групп в обучении. Что-то может быть здесь пересмотрено, какие-то новые темы появятся, что-то может быть сделано более глубоко или наоборот. Ну, чего мы ожидаем от этой программы? Все понятно, что мы ожидаем новых возможностей реабилитации и новых компетенций врачей. Конечно, существенны и другие эффекты. По результатам уже многочисленных проектов я могу сказать, что очень часто образуется сетевое сотрудничество специалистов соответствующего профиля, укрепляется связь университетов с компаниями инновационными, и появляются возможности для научных работ, о чем мы сегодня тоже говорили. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что вы прослушали мое короткое выступление. Мои контакты приведены. И сейчас вопрос, если я смогу ответить, я буду рад. Или можно потом по электронной почте мне тоже по этому поводу написать. Спасибо за внимание.